Будь готов, всегда готов. Так звучит один из многочисленных слоганов пионеров. А главным символом принадлежности к организации является красно-зеленый галстук. Пионеры активно и с удовольствием брались за общественно полезные дела, собирали макулатуру и металлолом, помогали одиноким пожилым людям. Прошло уже сто лет со дня организации пионерского движения, а дух еще не угас, юноши и девушки все так же активно вступают в ряды пионеров. Потому что мне нравится делать добрые поступки на благо Родины, а также участвовать в разных конкурсах пионерской организации. В Центре творчества детей и молодежи состоялся областной открытый урок, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации. Событие действительно значимое, поэтому здесь среди гостей ветераны пионерского движения, начальник главного управления по образованию Миноблсполкома Николай Башко, начальник управления по образованию Солигорского райисполкома Игорь Цибулько. В год исторической памяти мы обязаны помнить эту дату. Ведь пионер – это человек, молодой человек, который нацелен делать добро. Время настолько стремительно развивается и настолько быстро иногда уходят человеческие ценности, что добро уже становится дефицитом. И я обращаюсь к вам, молодым жителям Солигорского района, с просьбой – творите добро, делайте добро для людей. Гостей встретили барабанным маршем и танцами, далее провели экскурсию и сам открытый урок в Народном музее пионерской организации современного детского движения, где перед самыми юными пионерами с напутственным словом выступили ветераны движения Елена Коноплянник, Зинаида Кошаед и Галина Теряева. В год исторической памяти мы не можем не вспомнить историю пионерии. Вы знаете, что эта организация зародилась в 1922 году. И ребята, которые вступали в эту пионерскую организацию, хотя она называлась и детской организацией, но мысли их были совсем о другом – вершить взрослые дела. И вот после гражданской войны разруха, а дети выбрали себе очень великое дело. Они боролись с неграмотностью, научившись читать и писать, они учили своих родителей, отцов, мам и соседей, и таким образом оказывали помощь новому молодому государству. Сегодня Белорусская Республиканская Пионерская Организация является наиболее массовой общественной организацией, которая поддерживает детские и молодежные инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное, физическое воспитание подрастающего поколения и объединяет детей и молодежь с активной жизненной позицией, которые готовы своей инициативой и поступками содействовать личностному становлению юных граждан. А гордость нашего района – это Стробинская школа имени Олега Вобещевича, одного из известнейших пионеров. В завершении такого знакового дня около Центра творчества детей и молодежи гости и участники мероприятия высадили три новых дерева.